Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а если бы здесь была не вот эта вот дуга, а произвольный график функции y равняется f от x, скажите, как записалась бы площадь вот этой поверхности вращения? Как-то же бы записалась? Повторяю, имеется ось, абсцисс, какая-то кривая. Ну, какая-то хорошая, кривая, чтобы не было проблем с тем, что она такая вся и себя угловатая. Каким образом тогда написать аналогичную формулу? Может быть, тогда будет понятнее то, что мы сделали. Ну, то есть опять, у нас есть ось ординат, вот есть число А, вот есть число В. То есть площадь поверхности вращения – это интеграл от скоти до скоти. От А до В, это понятно. А вот дальше? Вот это что такое? Ну, 2π – это 2π, это понятно. На длину графика. Не длину графика. Как это? Эфатрикс, конечно. Эфатрикс, конечно. А это что такое? Ну, корень, конечно, корень. Дальше. Дх квадратис тоже не изменится. Дальше. А дальше, собственно, это ф от х плюс дх минус ф от х. Ну, хотите так, разница, хотите так, а на длину, когда кто-то взводится, это ничего не изменится. Ну, вот, ребята, на самом деле обычно так не пишут. Обычно пишут чуть-чуть по-другому. Догадайтесь, как? Интеграл от А до В, ф от х – это все то же самое. А вот это выражение принято писать немножко другого. Ф от х плюс дх минус ф от х. Молодец. Это ф штрих, конечно. Конечно. Это единица плюс ф штрих от х в квадрате дх. Вот она, как называется, официальная форма. Идея в следующем. Что такое производная функция? Это предел. Ф от х плюс у минус ф от х делить на у. При х-стримящейся. Конечно, при х-стримящейся. Ну, соответственно, вот эта разность – это на самом деле ф штрих от х до х. Более-менее понятно? Ну, заметьте. Ну, что? Ну, опять же нужно такое же расширение. Да, конечно! Нет, нет, секунду, Андрей. Считается, что мы его один раз сделали, и что называется, не хватит. Просто нужно понимать, в каком случае так можно сказать. Нет, в смысле, когда мы отбрасываем, у нас тогда нет. Да, вот, теперь давайте сделаем так. Теперь давайте сделаем так. Формула для объема. Это тоже полезно. Это во много раз легче. Для объема по-честному можно. Режем на блины, и что? Это просто площадь. Интегралов до пары. Нет, сейчас просто пи. Сейчас, чему равна площадь круга? Пи от х квадрата. А? Площадь круга – это? Пи от квадрата. Забыть интегралов от А до В. Дальше что? От f от х квадрата. f от х, возведенное в квадрат. f от х, возведенное в квадрат. Поняли? Между прочим, как считать, соответственно, для шара объем, ну вот, я не знаю, как назвать так вот, слоя между этими двумя плоскостями? Ну, это получится интеграл константа, а другой – интеграл. Пи, секунду, интеграл от А до В. Это понятно. Что такое f в квадрате? Это r квадрат минус х квадрат, конечно. Это r квадрат минус х квадрат dx. Так. Ну, и теперь давайте, вы правы. Действительно, интеграл от А до В r квадрат dx минус интеграл от А до В x квадрат и x. Так, а кто помнит интеграл от постоянной? Чему я это? Постоянно просто и нужно на В минус. Правильно. Это та самая постоянная умножить на В минуса. Итак, это будет пи r квадрат умножить на В минус А. Все правильно. Так, почему я натрекал от x квадрата? x квадрат делить на 3. Совершенно верно. Итак, В в кубе делить на 3 плюс А в кубе делить на 3. А, ну на пи на пи, конечно. Спасибо. Значит, я заберу дальше. Конечно, еще на пи. Спасибо. Вот. Таким образом, в общем, мы вполне себе, мы эту формулу доказали, нашли, и все у нас замечательно. А если я не взять по Мельковскому, привезти площадь? Конечно, можно. Конечно, можно. Ну, понятно, чуть выше, чуть ниже. Но, не малейшая энтузиазма. Не малейшая энтузиазма. Дело в том, что все вот эти вот мысли, что, дескать, это не строго, это все неправда, ребята. Чуть-чуть привычки и... Ну, в общем, нет, я не понимаю, почему параллельно нельзя было проводить, а вот так, чтобы как с конусом было, так можно? Это как раз очень легко. Это как раз абсолютно понятно. Значит, ребята, поняли, поняли, что он спрашивает? Он спрашивает, почему, когда у вас есть шар, почему нельзя было приближать поверхность вот такими штуками? Андрей, это, что называется, классика в таком вот рассуждении, классика жарка, да? Давайте, давайте я напомню вам. Кстати, наверняка вы это и без меня знаете. Значит, если у нас имеется гипотенуза прямоугольного треугольника, то можно взять и сделать такое построение. Пройти вот так вот. Согласны? Так вот, увеличивая количество этих отрезочков, вы сможете очень близко пройти к этой кривой. Но, извините, все равно сумма длин этих отрезков хоть что ни делать будет равна вот суме. Потому что, если вы допускаете все время относительную ошибку, то тогда при суммировании она может никуда не исчезнуть. У нас же важно, что когда мы там заменяли, то относительная ошибка стремилась к ныжу. Нет, когда мы заменяли, то да. А почему, когда мы приближали к конусу у нас? Вот когда приближали, а почему она там стремилась к конусу? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Давайте лучше... Не отправляйте. Значит, Архимед, который вообще все это придумал, он делал так. Он сначала, что называется, получал ответ более-менее, не такой тип вычисления. А потом у него было даже такое понятие метод исчерпывания. То есть, что он делал? Когда у него есть какая-то величина, то он ее приближал сверху, писала точные формулы, приближал ее снизу и доказывал, что пределы совпадут. В принципе, это можно каждый раз делать, но просто как-то это надоедать. Потому что все равно, что называется, всегда вы понимаете, что все равно все совпадет. И в какой-то момент вы понимаете, что ну да, да, строго можно выписать оценку сверху, аценку снизу.